Протерозой Первых живых организмов Это были сине-зеленые водоросли Которые еще кислород не потребляли Только его выделяли И где-то вот В этом протерозое Произошло так называемое кислородное событие Когда количество кислорода в атмосфере Стало превышать один процент Сразу после этого появились первые окислы Или оксиды И сразу увеличилось количество минералов примерно на тысячу На полторы тысячи То есть гематит это уже оксид железа И так далее И тоже этот период длился Многие, многие Две тысячи с половиной Да, миллиардов А, миллиарда? Да, два с половиной миллиарда лет Вот После этого наступило то, что мы называем Палеозой Тут и расцвет жизни Но в то же время Живые организмы умирали и оседали Из них появились мрамора Из них появились яшмы Появились какие-то соли Ну да Ну да Ну да, вон-то тем не менее Такие-то я буду И соответственно Потом по спирали После палеозоя был Мезозойский период Рассвет тоже живых ящер и так далее Опять же моллюски И в то же время опять Соли различные Сформировались в частности Знаменитые месторождения Наши пермские Там вот такие вот Соликамские 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 Все из шахт Довольно свежий материал Не сами добывали, конечно Нам друзья привезли Ну, это очень важно Да Наши кораллы уже почти современные То есть Десяток тысяч лет Максимум То и меньше Окаменелости Крымские одели Тоже уже по-каинозойски Отказывает сильное влияние На врачу среду И изобрел много минералов Самостоятельно В данном случае Эта синтетика Стоит самая разная Просто для красоты Но тем не менее Уже Человечество Изобрело там Мисоко сотен Минеральных видов Которых нет в природе Мы уже Признаны Международной Минералогической ассоциацией Минерание Мироз Минер 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова